Мы находимся в местечке под названием Единчай. Мы находимся в старой мельнице, которая говорит, что если ее подключить, то она, собственно говоря, в рабочем состоянии. Но здесь есть пример такого ручного жирного. И вот я сейчас, наговоря, занимаюсь обойлом муки. Сюда насыпается зерно. Здесь два таких камня. И вот мы уже начинаем двигать. И получаем. Первый шаг для изготовления клеток. А в этой мельнице, кроме ручного жирного, есть еще жирнова, которые работали от воды. И еще нам рассказали здесь интересную легенду про то, что у каждой мельницы есть свой почерк. Вот он как раз здесь, перед нами. Являлся ли он хранителем? Являлся ли он искусителем? Или он просто шутил над теми, кто ожидал, когда будет его смогана мука? История об этом умалчивая. Но мы находимся в конкретной мельнице. И она существует. Но вопрос остается открытым. Это я думал, что я существую, а его не существует. А возможно, он в этот момент думает, что он существует, а я это всего лишь его иллюзия. В общем, как-то захотелось в мельнице, кроме хлебонасущного, еще немножко и по-философски. Подумайте, но на досуге тоже является в нашей жизни иллюзией. Продолжение следует...